МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вопрос нельзя решить по закону, закон можно изменить. Обычную парламентскую логику сегодня вновь продемонстрировали Нардепу. По-быстрому нажали кнопки, подкорректировали законоподательство. И вот членов Центра избиркома уже не 15, а 17. Напомню, долгие месяцы парламентарии не могли решить, что делать с лишним кандидатом. В здании под куполом он был буквально подвешен в воздухе. На что еще сегодня сподобились депутаты? Об этом далее в материале. С утра Нардепов сессионный зал пришли с претензиями. Им выдали проект госбюджета и цифры тут же внесли сумятицу в политсилы. Главная претензия до этого бюджета одна – это консервация бедности. Минимальная заработная плата – 4173 гривни на месяц, как это пропонуется в бюджете с нового года. Хай проживут те на зарплату, кто ее пропонует. Даже за данными Министерства социальной политики, про житковый минимум 6,5 тысяч гривен. Минимальная зарплата должна становиться не менее 6 тысяч гривен на месяц. Само этого мы требуем от уряда. Народный фронт не допустить политических игр вокруг бюджета. Бюджет является балансированным и важно хвалить его вчасно. Этого ожидает и сектор национальной безопасности, и начать реформы и надважные инфраструктурные проекты. Мы требуем принять бюджет, напрямую не черговым, а на увеличение социальных стандартов, населения, особенно на меньше хищенных верст. Снизить тарифы вдвече и повернуть государственное регулирование цен на социально значимые товары. Выконать решения Конституционного суду, поведенную на социальных выплат чернобыльцам. Но пока предметные разговоры о смяте не в повестке дня. Нардепам предложили перейти к кадровым вопросам. Тема обновления Центра сберкома под куполом звучит, как заезженная пластинка. На прошлой сессии в Раду и кандидаты приходили, да напрасно. Голосов для назначения новых и увольнения старых членов ЦИК не было. А все из-за того, что претендентов 14, а вакантных мест 13. В большинстве нашли выход под ситуацию изменить закон. Закон предпочитает измену лишь в одном положении. Сбільшение членов ЦИК с 15 до 17. Эта формула является оптимальным корректным шляхом развязания проблемы оновления Центральной выборчей комиссии. 17 членов ЦИК позволяет в четверг пройти процедуру оновления Центральной выборчей комиссии. Таким образом, в большинстве могут выдохнуть и не опасаться, что их кандидата не поддержит зал. Места хватит всем, решили в БПП и с принятием закона медлить не стали. Пока зал заседал, комитет готовил документ к голосованию. Мы за любые конструктивные действия, которые позволят провести оновление Центральной выборчей комиссии и выполнять те обещания, которые каждая демократичная фракция давала сегодня перед своими выборцами. Поэтому мы еще надеемся, что уже сегодня этот законопроект будет рассмотреть. Президент хочет создать себе большинство, гарантованную ЦВК, потому что уровень доверия низкий. И за счет большинства ЦВК, он хочет, как-то скажет, проскочить. Мы категорично против этого. Это противоречит квотному принципу. Согласно к квотному принципу, у нас должны быть два члена ЦВК. А самое главное, неможливо каждый раз изменять законы под желанием конкретной особи, даже если он сегодня занимает пост президента. Мы не можем формировать законы под конкретных осіб или под конкретную ситуацию. Я не считаю, что увеличение количества членов ЦВК сделает эту организацию более качественную. Я считаю, что расширение количества связано с одной метою блоку Петра Порошенко отримать большинство для ухваления будь-яких решений. И это настоящая причина. Но если сегодня мы выбираем ситуацию, або мы заходим в выборчую кампанию с нелегитимным ЦВК, або заходим с легитимным, но с измененным складом. Так, подправленным под ситуацию. Я выбираю другие варианты. Тем не менее, пока депутаты расходились во мнениях, профильный комитет подготовил документы и рекомендовал принять его в целом. Продлив заседание на 15 минут, нардепы без долгих обсуждений проголосовали и поддержали законопроект. Теперь штат Центризбиркома увеличился. Если закон так же оперативно, как принимали, подпишут, то в четверг есть все шансы утвердить новый состав ЦИК. Сразу же после выступления президента. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. Напомню, сейчас в действующем составе ЦИК есть два члена, срок полномочий которых не истек. А 5 февраля президент внес представление еще на 14 кандидатур в Центризбирком. Шесть из них по квоте Блока Петра Порошенко, три от Народного фронта, по одному кандидату от Радикальной партии Самопомощи и Батькивщины. А депутатских групп Федроджини и Воля народа также по одному кандидату. Фракция оппозиционного блока в списке не представлена. В то же время более полугода оппозиционеры добивались включение их кандидатов в состав Центризбиркома, но тщетно. И в этом в АП-блоке усматривают политический подтекст, как и в попытках лишить неприкосновенности Нардепова от их полицилы. У нас 43 члена фракции оппозиционного блока, шесть уже або снята, або пытаются сняти недоторканность. При этом президентская фракция 147 человек только с одной человеком сняти недоторканность. Что это иное, как не политическое исследование и пытание задавить реальную оппозицию, которую сегодня есть оппозиционный блока. Мы до этого готовы. Мы будем бороться за наших коллег. Мы считаем, что они невинны. Власть пытает зачистить политическое поле от конкурентов, которые способны победить. То есть я и дальше буду раскрывать коррупционные схемы этой власти. Я и дальше буду бороться против геноцидных реформ. И мы точно победим. Сегодня же Верховная Рада выдвинула на Нобелевскую премию мира кандидатуру Олега Сенцова. За данный законопроект отдали голоса 245 народных депутатов. Теперь председатель Верховной Рады Андрей Порубей должен передать соответствующее заявление Норвежскому Нобелевскому комитету. Напомню, режиссер голодает с 14 мая этого года за освобождение всех украинских политзаключенных в России. Не утихают обстрелы на Донбассе. Боевики ведут огонь по всей линии фронта. Сегодня по нашим позициям били уже 9 раз. В основном из гранатометов и пулеметов. В некоторых случаях украинским армейцам приходилось отвечать на провокации. На позициях под Авдеевкой побывал наш военкор Игорь Левенок. Вот такое здесь школьное перемирие. Участок фронта в районе Авдеевки. Нулевые позиции украинских войск. Везде свежие воронки. Последствия вражеских обстрелов из запрещенных калибров. Боевики открывают огонь, как правило, ночью. Применяются и 82-е минометы, применяются и 120-е минометы по всей линии соприкосновения. В общем, ни миром, ни перемирием здесь даже не пахнет. К тому же наши солдаты неоднократно фиксировали, как враг открывал огонь еще и из пушек, которые должны быть отведены от линии разграничения. Да, сольная артиллерия. И они ее применяют? Да, примеряю. Ну, 100-миллиметровая, скорее всего, рапира стоит. Украинские солдаты рассказывают, в связи с вражескими обстрелами активизировали свою работу наблюдатели АБСЕ. Впрочем, боевики на это не обращают внимания. Накануне ночью они открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса по беспилотнику мониторинговой миссии. Зенитно-ракетный комплекс средней дальности, типа стрела 10-я. Потому что ночью невозможно обнаружить цель, кроме радиолокатора. Днем боевики в основном укрепляются. Даже визуально можно разглядеть две линии вражеских укреплений. Для сооружения дотов и блиндажей враги нередко используют бесплатную рабочую силу. Заставляют работать гражданских. Враг открыл провокационный огонь из зенитной установки. Наши солдаты заняли боевые позиции и на всякий случай взялись за оружие. Впрочем, отвечать противнику приказа не было. Мы работаем только по приказу, потому что очень строго взялись за все эти ситуации. Так как это большая ответственность, это политика. Я стараюсь всех бойцов своих, многие командиры стараются не мешать политическим процессам, потому что нам это чревато. Из Донецкой области Игорь Левинок, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Приняли к сведению, в Нидерландах отреагировали на заявление Минобороны России, в котором Москва перекладывает на Украину ответственность за сбитый в 2014-м Боинг. В ГАГе подчеркнули, что доверяют вывода Международной следственной группы о виновности России. Елена Абрамович продолжит. В Нидерландах новую версию от российского министерства обороны восприняли не менее критично, чем Россия выводы Международной следственной группы. Правительство заявили, приняли во внимание информацию, предоставленную Москвой, и готовы ее изучить, как только получат от России все данные. Впрочем, напомнили, ранее такое сотрудничество результатов не принесло. Мол, Федерацию просили еще в 2014-м предоставить все возможные данные и содействовать следствию, но до сих пор не получили ответы на ряд вопросов. Да и версии Москвы вызывают много вопросов. Международная следственная группа установила, что информация Министерства обороны России, представленная общественности и следственной группе ранее, на самом деле была не точной по нескольким вопросам. К примеру, заявление о наличии истребителя вблизи MH17 на радарных изображениях, обнародованных на пресс-конференции в июле 2014 года. По последней версии Минобороны Москвы сбитый Боинг – дело рук украинских военных. В качестве доказательства продемонстрировали аудиозапись разговора якобы украинского полковника. Министерство иностранных дел Украины в ответ заявили, это продолжение привычной для России тактики создания дымовой завесы и информационных манипуляций. И скоро обвинения против тех, кто на самом деле несет ответственность за сбитый маладзийский Боинг, предъявят в суде. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Сирийцы сбили российский самолет. 15 военных на его борту погибли. Минобороны РФ уже пообещали ответные меры, но не Сирии, а Израилю. Почему стреляла одна страна, а обвинили другую, расскажет Сергей Услендер. Российский самолет был сбит сирийской ракетой, но виноваты в этом израильтяне. Такова логика официальных представителей Москвы. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь в средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность, на порядок больше, чем у Ф-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Ил-20 морской разведчик заходил на посадку на базу Хмеймим вчера вечером около 23.00. В этот момент четверка израильских Ф-16 атаковала цели рядом с городом Латакия. По сообщениям сирийского агентства САНА, под удар попали промышленные предприятия, по утверждениям других источников, склады с оружием и боеприпасами. Сирийское ПВО пыталось отразить налет и под удар угодил российский борт. В Москве сразу перешли к угрозам. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия. Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Собственно, партнерства как такового и не было. Израильские военные предупреждали российских о готовящихся ударах заранее и все. Инцидентов тоже не случалось, кроме нескольких опасных сближений. Российские военные говорят, предупреждение было, но поступило слишком поздно. Не хватило времени отреагировать. По планируемой операции Израиль командование российской группировки ОСССР не предупреждал. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. В оборонном ведомстве Израиля ответили, что их самолеты уже находились в своем воздушном пространстве, когда сирийское ПВО открыло огонь. Прикрываться же российским самолетом израильтяне не могли, считают многие эксперты. Настолько велика разница в скорости между Ил-20 и Ф-16. Но теперь проблема в другом. Насколько этот инцидент осложнит отношения двух стран. Эксперты давно предупреждали. Столкновение интересов Израиля и России в Сирии лишь вопрос времени. Не помогла плотная координация между двумя оборонными ведомствами и даже круглосуточная горячая линия. Собственно, специалисты сейчас задаются другим вопросом. Почему на российском самолете не работала система распознавания свой-чужой, которая позволила бы избежать поражения сирийской ракетой? Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Украина будет сотрудничать с Норвегией в вопросе энергетической безопасности. Об этом украинский премьер Владимир Гройсман договорился с главой парламента этой страны. Стороны встречались в Киеве. Речь также шла о политическом и экономическом сотрудничестве. Создание министерства по делам ветеранов может задвинуться на неопределенный срок из-за отсутствия кандидатуры на должность министра. Об этом заявили члены рабочей группы по созданию нового ведомства, чтобы Минветеранов заработала уже в 2019-м, парламент должен утвердить руководителя министерства до конца текущей сессии. У державы есть интересы. Для того, чтобы достигнуть этих интересов, она что-то запропонировала будущим отримывающим послуг. А потом отримывающие пришли и сказали, ну, хорошо, мы свое сделали, теперь держава, давай свое. Но есть. Тут заявилось, что уровень сервису очень низкий, что в полном обществе, даже далеко не в полном обществе, выполнять обязанности невозможно. На жаль, так склалося, что в принципе ветераны в Украине с каждым годом, который продолжает война, с каждым днем, который продолжает война, все меньше и меньше становятся актуальными как для государства, так и для общества. Но вопрос актуальности своей при этом не втрачает. Эта актуальность, она лишь увеличивается. Единого органа, который мог бы коммуникувать потребы и проблемы ветеранов в стране, так и не появилось. Все мы забытые и голодные. Представитель омбудсмана посетила приют для одиноких людей в Ивано-Франковске. Ее отчет шокирует. Наши корреспонденты тоже отправились в это заведение, что увидели. Об этом далее в материале. Отделение стационарного ухода за людьми с ограниченными возможностями и одинокими стариками в селе Данильче. На днях без предупреждения сюда наведались представителю уполномоченного по правам человека. Увиденное их шокировало. Это фактически проволоженные, видите, под памперсами. Вот таких людей лежачих. Сейчас и часу дают и печеньку, и рыбу, и фаршу. Это суппродукты. Это суппродукты. А мяса у них нет вообще. Посмотреть на условия приехали в приют и мы. Попали как раз на обед. Повар показывает приготовленные блюда и уверяет, никто у них не голодает. 100 грамм каши, вареной, уже готовой. 100 грамм салата. 80 грамм. 80 грамм? Там может остаться вот это, а у меня там два суда. Так. Выстачает. А мясо дают? Котлеты дают. Часто? Два раза рано кулы, кубосуды. Блюда подают вот такой раритетной посуде. Она досталась центру в наследство от бывшей больницы. Почти каждая тарелка с трещиной. Увидев нас, работники мгновенно меняют их на новые. Новые сегодня поступили, закупили новые и привезли сегодня. Сейчас здесь живут 23 человека. Почти половина прикована к постели. Все ютятся вот в этом двухэтажном здании. Прогнивший пол, потрескавшиеся стены. Мы сами проводили косметичный ремонт, как могли. А такой генеральный ремонт, капитальный, не проводилось. На то есть затвердженный, ну, есть сделанный кошторис, но нет выделенных денег. Помимо ужасных условий, здесь нет и отопления. Из-за до сих пор установленных печей, газ отключили в целях безопасности. Поэтому на зиму всех пациентов переселяют в местную амбулаторию. Не хватает и персонала. На всех подопечных одна санитарка. Вот тут притягаем визор, просим еще таких проживающих. Поможите нам, будь ласка, потому что я одна не могу поднять из ванной такой люди. После отчета комиссии о нарушениях в районный центр социальной защиты сбежались все. Полиция, прокуратура, чиновники проверяют документы. Запады я подаю. Каждый год, что нам нужно то, то, то. Ну, в связи с отсутствием костей в местном бюджете нас не финансуют. Не дают нам гроши на ремонт. Но я в этом не вину. Даже невзирая на разгоревшийся скандал, изменить что-либо в этом году вряд ли удастся, признаются чиновники. На капитальный ремонт и установку отопления необходимо как минимум 2 миллиона гривен. Но сегодня в районе нет денег даже на зарплаты медикам и учителям. Жанна Дучак, Зиновия Автоназ, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Укртрансгаз презентовал информационную платформу суточного балансирования. Это означает, что участникам газового рынка нужно отчитываться о своих транзакциях ежедневно, а не раз в месяц. Платформа должна заработать с 1 октября, но запуск системы на грани срыва почему, разбирались наши корреспонденты. На вторую учебную презентацию по использованию информационной платформы суточного балансирования Укртрансгаз собрал около 400 представителей участников газового рынка. Нашумевшее нововведение госкомпания решила не афишировать, поэтому встреча прошла за закрытыми дверями. Съемочную группу подробностей не пустили даже после заранее отправленных официальных запросов. После двухчасовой презентации участники встречи заявили, пока что к новой системе больше вопросов, чем ответов. Система суточного балансирования должна начать свою работу уже с 1 октября. В Укртрансгазе заявили, платформу строили по аналогам европейских стран. Там ее внедряли 2,5 года. В Украине пытаются запустить с начала 2018-го. В апреле оказалось, что программное обеспечение не соответствует нормам и отложили старт до осени. Но ситуация не изменилась, утверждают газовики. Ничего не готово, но наш регулятор агрессивно с первого числа нужно вводить. То есть с первого числа в Украине может произойти энергетический коллапс. Как на промышленных предприятиях, так и на бытовых. Потому что ничего не согласовано. Программа не доведена до употребляемого вида. Не прошла хотя бы первое нормальное беглое тестирование. В неотложном запуске системы в первую очередь настаивает «Нафтогаз Украины». Но понимая, что платформа может не заработать, решили искать виновных. Сейчас начинается активный поиск виновных. Вот у нас виновные облгазы на сегодняшний день. Кто не запустил систему? Не запустили облгазы. Хотя облгазы, говорят, мы, во-первых, передали всю информацию, которая необходима была для запуска системы. Во-вторых, мы сами с весны уже перешли и запустили свои локальные системы суточной балансировки газа. То есть, по сути дела, речь идет в том, чтобы адаптировать существующие региональные системы с центральной. Тем временем на презентации представители «Трансгаза» заявили, из 15 миллионов пользователей в сети сейчас зарегистрировано только 10. Мы опять вернулись к тому, что не все потребители на сегодняшний день зарегистрированы на информационной платформе. Более того, на сегодняшний день платформа не позволяет вырить список, кто на нее попал, а кто на нее не попал. Учитывая то, что операторы ГРМ полностью в стопроцентном объеме передали списки потребителей под ЕЦП, под электронную цифровую подпись, мы как бы обеспокоены тем, что некоторые потребители просто не зарегистрированы в этой платформе. Более того, у газовиков остается много вопросов и по функциональным возможностям самой программы. Мы по-прежнему не имеем возможности выгрузки барки базы ЕСИКОДОВ. Мы не можем сверить те данные, которые мы давали. Нет журнала событий, то есть мы не можем отследить какие-либо вмешательства наши данные. Это при всем при том, что сегодня Трансгаз наконец признал, что да, вмешательства были, да, база корректировалась, менялся признак ПСО, то есть не заносились какие-то данные, не учитывались все обновления, которые присылал оператор ГРМ. В региональной газовой компании заявляют, уже имеют опыт перехода на суточную балансировку. Тогда подготовка ГРМ и обучение персонала заняла 8 месяцев. А до запуска платформы Укртрансгаза остается меньше двух недель. Мы действительно видим пока на сегодняшний день серьезные недоработки. Мы понимаем Укртрансгаз, насколько это все сложно. Длительный процесс тестирования, наладки, приведения в соответствии с законодательством Украины. И реально нельзя не согласиться с тезисом исполняющей обязанности Укртрансгаза о том, что этот программный продукт реально внедрить, и он полноценно заработать не ранее, чем весной 2019 года. А до этого времени его надо дорабатывать, дотестировать, дообучать всех участников рынка. Если все это сведется к взаимным обвинениям и поискам виноватых, я боюсь, что эта система не запустится никогда. Поэтому, скорее, руководству Укртрансгаза надо настраиваться на конструктивное сотрудничество. Недоработку системы, отсутствие в ней 5 миллионов абонентов и внешнее вмешательство в работу платформы в Укртрансгазе объяснить пока не могут. Но эксперты уверены, устранение большинства неполадок возможно только при конструктивном содействии с операторами ГРМ. Александр Васильченко, Геннадий Аникенко. Подробности в телеканал Интер. Судья покинул слушание в деле о трудовом споре на Криворушстале. В окружном админсуде столицы Металлургии уже не один месяц борются за повышение зарплат. Поддержать рабочих пришли члены профсоюза и их представитель в парламенте Нардзеп Сергей Каплин. Увидев их и журналистов, судья демонстративно вышел из зала. После заседания продолжили, но уже без камер. Однако в знак поддержки у здания админсуда собралась многочисленная акция. Это Криворушсталь. Мы боремся за то, чтобы их права были максимально защищены. Мы добились, чтобы фонд оплаты труда увеличили для начала на 1 миллиард 100 миллионов гривен. Добились внимания к простым людям, которые там работают. И обязательно добьемся, чтобы эта зарплата у них была европейская. Это наша конечная цель. Доступ к счетам более полусотни компаний, связанных с группой Приват, получила Генеральная прокуратура Украины. Разрешение на это выдал Печерский райсуд столицы в рамках расследования дела о создании преступной группировки и хищениях из Приватбанка, который сейчас национализирован. Список возглавляют Укртат Нафта, авиакомпания Днепроавиа и Роза Ветров, аэропорт Днепропетровска, а также нефтеперерабатывающая компания Галичина и медийные компании. Переликусы в компании есть как и великие, так и маловыдомые. Все они уже дали сгоду на співпрацю с следствием. И в данный момент следствие Генеральной прокуратуры как раз працюет с теми документами, которые необходимы для отримания необходимых данных по справе Приватбанка. В Одессе под угрозой застройки очередной санаторий. О попытке рейдерского захвата земли заявляют представители частного предприятия Укрпровздравница. Именно ему в начале 90-х в наследство досталась большая часть подобных учреждений и все подробности скандала в нашем материале. Санаторий «Красные зори» – это 4 гектара вблизи моря и заброшенные лечебные корпуса. Именно вокруг этих зданий с прошлого года ведутся баталии. Их собственниками называют себя сразу два предприятия – акционерное общество Укрпровздравница и частная компания «Будлайф Инвест». И хотя дело в судах, а недвижимое имущество арестовано, на днях «Будлайф Инвест» смог зарегистрировать право собственности за собой. Их оппоненты утверждают по поддельным документам. И одно определение суда, и второе определение суда, они не отменены. В реестре они есть. Несмотря на это, 12 сентября эти аресты были чудесным образом сняты. Прекрасный регистратор из города Киева, каким-то чудесным образом, без указания причин, просто взяла и вот тоже кнопочкой «Делит» удалила эту строку. Одновременно фирма обратилась в Одесский горсовет с просьбой разрешить ей разработку проекта отвода санаторной земли. И вот уже завтра на сессии будет рассматриваться этот вопрос. Ряд депутатов уверены, если землю коммерсантам отдадут, то вместо санатория тут появятся многоэтажки. Ну, его поделят на какие-то участки, построят высотное жилье, которое вы наблюдаете сзади. Назовут это курортно-рекреационным жильем, апартаментами и будут продавать как апартаменты и все. Такие же опасения у местных жителей. Они считают, что с помощью инвесторов санаторий можно восстановить и снова оздоравливать здесь людей. Если даже представить, что через время придут порядочные люди во власть и захотят, чтобы было в городе Одесса пансионат современный, красивый, то его просто нигде будут делать. У нас будут одни высотки. Пока ситуация не прояснится, депутаты призвали своих коллег не голосовать за отвод земли. Фракция оппозиционного блока завтра выступит, естественно, с позицией против землеотвода сомнительного предприятия под сомнительные цели. Также мы, скорее всего, будем инициировать проект решения о создании на этой территории парковой зоны. Что касается фирмы «Будлайф Инвест», то известно, что она зарегистрирована в Киеве. Но в официальных данных в реестре даже не указан номер телефона компании. Так что узнать их мнение по поводу конфликта не удалось. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности. Телеканал «Интер» Одесса. В Одессе на взятке поймали начальника управления организации таможенного контроля Александра Дмитриенко. По предварительным данным, вместе с ним задержаны подчиненные главный государственный инспектор. За 30 тысячи долларов подельники обещали решить вопрос об открытии таможенного склада площадью более 350 квадратных метров. Дмитриенко организовал целую коррупционную схему. Свои услуги оценивал от 2 тысяч долларов. Таможенника задержали во время получения всей суммы взятки. В присвоении миллиона гривен и подделке документов обвиняют бывшего главу автодора Днепропетровской области. По данным прокуратуры, чиновник организовал схему разворовывания бюджетных денег. Между службой автодорог и госпредприятием заключался договор, по которому должны были проводить ремонтные работы. Подозреваемый заставлял подчиненных подписывать акты выполненных работ, хотя ни одного сантиметра асфальта уложено не было. В прокуратуре имя задержанного пока не называют, но по нашей информации это Геннадий Немога. На данный момент в Дзержинском районном суде города Кривого Рога происходит расследование прокурора про оборону запобежного захода подозрено в виде держания под вартою с альтернативой внесения заставы в размере 10 миллионов гривен. Пожар на картонном комбинате в Житомире. Возгорание произошло около 11 утра на складе готовой продукции. Пламя хватило около 3 тысяч квадратных метров. По словам спасателей, потушить огонь было сложно, поскольку он быстро распространялся, а температура была слишком высокой. На месте работали 63 сотрудника ГОСЧС и 11 машин. О сумме ущерба и причинах возгорания пока не сообщают, однако на комбинате говорят, что пострадала и техника цеха литой тары. Версию поджога на предприятии не рассматривают. Огонь удалось локализовать за 3 часа, никто не пострадал. В Черкасской области под выпившим мужчина избил воспитательный судец сада. Все из-за замечания, о чем попросила женщина и что теперь грозит нервному отцу, узнает Станислав Кухарчук. Вот уже почти неделю Елену Торченюк врачи не отпускают из стационара. На больничную койку воспитательницу детского сада привезли прямо с игровой площадки. У женщины многочисленные ушибы и сотрясение мозга. После общения с подвыпившим отцом одного из ребятишек, которые ходят в сад. Женщина рассказывает, мужчина шел забирать ребенка, просто переступив через невысокое ограждение на площадке. Елена всего лишь сделала замечание, что отец подает плохой пример детям. И поплатилась за это. Он переступил, пошел забирать ребенка, но тут так и не вертается назад. И вот это взмутило, что сделали ему зауважение. Я сейчас покажу детям, покажу всем, как нужно ходить. И пошли вы, и туда и сюда. Это видео сняли коллеги Елены. Разбушевавшийся родитель, не выбирая выражений, грубит сотрудникам детсада, а затем с кулаками бросается на воспитательницу. Я нарушил что-то. Иди, 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 иди. А? Я что нарушил, я спрашиваю вам. Что вы, б***ь, глотами хлопаете. Я что нарушил, я спрашиваю. Я что нарушил. От агрессивного мужчины досталось еще одной воспитательнице. Ее он слегка задел во время драки. Но их травма не сравнит с той, которую получили малыши, говорят сотрудники детсада. Мужчина избивал женщин на глазах у детей. Для детей это же стресс. Тут непонятно, тут взрослый начинает шарпать, бить. Детина реагирует еще хуже, как взрослый. Мы, значит, понимаем. А детям очень страшно. Они начинают плакать. Уди, значит, им видят еще самого маленького такую ситуацию. Утихомирить мужчину удалось лишь, когда вмешался отец другого ребенка. Спустя несколько дней дебошир снова пришел в садик. Извиняться. Мол, сам не понял, как так произошло. Ну, через заборчик я переступил. Я что-то себе там в голове накрутил, психанувшего. Типа, паршивый папа, паршивый пример подал. Ну, так получилось. Но одних извинений мало, говорят в полиции. Против дебошира уже открыто уголовное производство. За умышленное нанесение легких телесных повреждений. И то, что он еще на свободе, лишь дело времени. Санкция статьи не предупреждает сразу затримания. Справа скрывается до суда. И, соответственно, по меру запоминального захода, будет подаваться клопотание до суда. Максимальный срок, который светит мужчине, полгода тюрьмы. А в садике уже всерьез подумывают об охране. До этого инцидента ее в учреждении не было. Андрей Кривец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Хакнуть Госдеп. В прессу попала информация об атаке на американское внешнеполитическое ведомство, которую дипломаты пытались сохранить в секрете. Что украли кибермошенники, разобрался Дмитрий Анопченко. Госдеп один из крупнейших работодателей среди американских госструктур. 45 тысяч чиновников, 13 тысяч дипломатов, 11 тысяч человек технического персонала в посольствах и консульствах по всему миру. Учитывая, что сотрудники ведомства разбросаны по планете, электронную почту, весь массив входящих и исходящих сообщений, а их каждый день приходит сотни тысяч, хранят не в этом огромном здании в Вашингтоне, а в облаке, на защищенном удаленном сервере, который и атаковали хакеры. Причем об атаке здесь, в Госдепе, долгое время молчали. И вся эта история так бы и осталась тайной, покрытой мраком, если бы не популярной в Вашингтоне издания политику, которая из своих источников получила информацию о нападении и опубликовала сейчас статью. И дипломатам пришлось признать, да, электронную почту части их сотрудников действительно перехватили хакеры, получив доступ и к содержанию переписки, и к личным данным тех, кто отправлял имейлы. Украденные данные ведомстве назвали важными, но не секретными. Повезло, что тайные сведения посольства передают по отдельным, зашифрованным каналам связи. Какие именно отделы или подразделения атакованы, и были ли в украденном переписки дипломатические депеши, скажем, из Москвы или из Киева, в Госдепе решили не разглашать. Проблема еще и в том, что хакеры прочли не только переписку. Я по работе часто связываю с сотрудниками Госдепа, так вот здесь есть правило. Когда тебе отвечают по электронной почте, то в самом конце сообщения, просто в подписи, есть подробная расшифровка должности, а еще указание прямого и сотового телефонов. И теперь американским дипломатам, работающим за рубежом, все эти номера придется менять. Потому что, зная номер телефона, можно прослушивать их разговоры, можно по местонахождению трубки следить за передвижением американских дипломатов. Более того, до конца непонятно, а куда этот весь массив данных хакеры способны передать. Ведь до сих пор не выяснили, кто стоит за их действиями. Госдепартамент уже не раз критиковали, мол, ведомство важнейшее, а защита данных недостаточная. И после этого случая, признаются дипломаты, наконец-то закрутят гайки. Ведь Госдеп теперь возглавляет не бывший нефтяник, а экс-глава ЦРУ. И кому как не ему знать, насколько высоко ценятся секреты. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Лидеры Южной и Северной Кореи встретились с Пхеньяном. Переговоры продлятся два дня. Главная тема – официальное прекращение войны между странами и ядерное разоружение КНДР. Уже завтра ожидают подписание отдельного военного пакта. Документ должен уменьшить напряженность и предотвратить военные столкновения. Это уже третий межкорейский саммит в нынешнем году. Вероятно, был отравлен. Немецкие врачи назвали возможный диагноз продюсера Пуссирает Петра Верзилова. Того самого, который вместе с другими участниками группы устроил акцию протеста во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве. Напомню, тогда активисты выбежали на поле в полицейской форме. На прошлой неделе Петра Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, а потом перевезли на лечение в Германию подробнее. Подробности узнаем у Татьяны Лагуновой. На лечение в Германию Петра Верзилова доставили в субботу спецбортом из Москвы в Берлин и прямо из аэропорта в университетскую клинику Шарите. Несколько дней врачи обследовали пациента и не давали какие-либо комментарии. Сегодня же собрали большую пресс-конференцию, чтобы сообщить. Верзилов пошел на поправку. Пациент до сих пор нуждается в интенсивной медицинской помощи. Но самая важная новость на сегодня это то, что его жизни ничего не угрожает. Его состояние значительно улучшилось. О причине резкого ухудшения здоровья Петр Верзилов начал терять зрение, речь, способность передвигаться и не узнавал родных. Врачи говорят осторожно. С большой долей вероятности это было отравление. Что важно, у нас нет данных, что какое-либо эндогенное заболевание, например, инфекция или заболевание, связанное с обменом веществ, могло вызвать синдром с такой динамикой. Поэтому мы должны исходить из того, что произошло экзогенное внешнее поступление токсина, которое мы пока не можем и, возможно, не сможем идентифицировать. У нас есть предположение, о какой группе веществ может идти речь, но пока мы не смогли выявить какое-либо токсичное вещество. Исследования, проведенные в Москве, тоже были негативными. Должен сказать, что мы взяли пробы спустя шесть дней после предполагаемого попадания токсина в организм. И изначально шансы выявить что-либо были малы. Как долго Верзилов пробудет в Шарите, тоже пока неизвестно. Выпишут его только после полного выздоровления. Немецкие политики выводы врачей не комментировали. Но известно, что и офис канцлера, и Министерство иностранных дел были проинформированы о прибытии Петра Верзилова на лечение в Германию. И в этих ведомствах внимательно следят за развитием ситуации. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин